Аллилуйя! Благословен Господь и Бог, избравший нас из всех народов мира и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин! Аллилуйя, святый! Спасибо тебе, Ишуа, за то, что ты стал для нас живой Торой. Амин! Друзья, и как вы знаете, а кто не знает, мы сейчас расскажем. Мы начинаем все заново. Я хочу вас, прежде чем перейти к комментарию, я хочу вас поздравить с этим знаменательным событием в нашей жизни, в жизни всего еврейского народа. С сегодняшнего дня начинается новое начало, начинается изучение нового годичного цикла изучения Торы. Аллилуйя! И для нас с вами это великое благословение. Для меня лично это огромное благословение. Тогда, когда я начал изучать Тору, я был поглощен этой мудростью Божьей, которая открывается, этой красотой Божьего Слова, красотой его мышления по отношению к своему творению, по отношению к нам с вами. И я вас ободряю, я ободряю вас. Читайте Тору, изучайте Тору, смотрите комментарии, вы будете благословлены. Очень много интересной информации, и пусть Бог вам поможет и даст вам это желание. Во имя Ишуа Мессии. Для тех, кто не знает, скажу, что Тора – это пятикнижие Моисеева. Как говорят, что Маше писал Тору под диктовку самого Бога. И это первые пять книг Библии, книга Бытье, книга Исход, книга Левит, книга Чисел и книга Второзаконие. Пять книг. Эти пять книг разбиты на 54 раздела, на 54 недельные главы, которые в течение года, из года в год, всем еврейским обществом изучаются. И мы, являясь частью еврейского общества, являясь еврейской мессианской общиной, имеющей корни в нашем народе, в еврейском народе, мы также вместе изучаем Писание, смотря на Господа и Спасителя нашего Ишуа Машеха. Аллилуйя. Который эту Тору открывает в полноте. Аминь. Хорошо, друзья. Первая книга. Книга Берешит, книга Бытье. И наша недельная глава, она также называется Берешит. Это сначала с первой главы по шестую главу, восьмой стих. Глава очень большая. Я вам скажу так, что у меня была возможность ее изучить. Так получилось, я приболел, и у меня было очень много времени. И вот целую, больше чем неделю я пытался читать. Я вам скажу, я много читал о главах, но столько, сколько прочитать о этой главе, я прочитал, наверное, 15% информации, потому что у меня просто не хватало времени. Столько написано, столько интересной информации. Ну, очень интересно. Об одной этой главе можно было говорить целый год, наверное. Ну, мы попытаемся с вами поговорить о ней в том временном отрезке, который мы имеем. О чем же повествует наша недельная глава? Наша недельная глава, она рассказывает о том, что было в начале. Мы читаем о том, что, к сожалению, человек ослушался Бога, было грехопадение. Мы читаем о последствиях этого грехопадения. Нам представлена в этой главе жизнь десяти поколений. От Адама до Ноха. Ну, конечно, более конкретно описаны первый человек, первые люди, населявшие землю. Как же все начиналось? В начале сотворения всесильным небесного и земного, когда земное было невообразимым хаосом, и тьма покрывала бездну, а дух всесильного витал над поверхностью вод, сказал всесильный, да будет свет, и возник свет. И увидел всесильный, что свет – это хорошо, и отделил всесильный свет от тьмы, и назвал всесильный свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Друзья, так начинается великая книга всех времен и народов. И я не побоюсь сказать, что это самая величайшая книга в истории человечества. Это книга, которая имеет самый большой тираж. Это книга популярнее самого интересного бестселлера. Да, мы с вами читаем, кто читает, уже по несколько раз ее прочитали. Я думаю, что даже не по несколько, а уже можно переходить, кто давно верующий на десятки, уже, наверное, второй десяток пошел, а может, у кого-то и третий, и четвертый, сколько раз мы читаем Библию, и она по-любому интересна. Я вам скажу, я в свое время любил читать литературу, но я мог прочитать интересную книгу на два раза. Эта книга, она интересна, и с каждым разом она увлекает тебя все более и более, и интереснее становится по мере того, как ты ее изучаешь еще все больше и больше. И с первых слов нашей главы мы видим основную, скажем так, основную мысль, основу всех основ. Это основа то, что Бог является Творцом. Все в этом мире оно создано Богом. Бог сотворил Вселенную, Бог следит за Вселенной, Бог царствует во Вселенной, и Бог управляет Вселенной. И это подчеркивается тем, что, читая даже вот первую главу нашей недельной главы, первую главу книги Бытия, мы видим, что имя Всесильного повторяется 29 раз. В одной небольшой главе 29 раз акцентируется внимание, что все было сотворено Всесильным. Бог творил все. Бог творил все словом. И для нас с вами, для верующих людей, естественно, понятно, что Бог является Создателем. Только безбожник, человек, который отвергает существование самого Бога, может сказать, что нет, это не так. Верующий человек, он понимает, все сотворено Богом. Для нас с вами это аксиома, это то, что не может быть ни капли сомнений, и, знаете, у верующих людей, несмотря на то, что мы понимаем, что все сотворено Богом, в любом случае есть различные мнения в отношении того, как же все творилось, ну, как все происходило, по какому принципу, из чего вообще Бог же должен был из чего-то начать. И вот существуют основные три взгляда на создание Богом Вселенной. И первый взгляд – это то, что Бог создал весь мир из уже существующей материи. Ну, якобы было некое образованное вначале какое-то вещество, из которого Бог начинал потом творить все. Второе мнение, это мнение, оно было особенно распространено во времена Средневековья, это то, что Бог образовал все из ничего. Вот, Бог образовал все из ничего. Третья теория, это теория, ее называют теорией эманации, это теория о том, что Бог создал все путем исхождения или излучения Вселенной из самого себя, из своего естества. Я не буду останавливаться на этом подробно. Если захотите, об этом очень интересно написано, именно об этих теориях, в комментариях, в литературе. Есть очень интересное описание, это можно почитать. Интересно, как же все происходило. Знаете, единственное, что можно сказать, что, я могу сказать точно, что все творил Бог. И все исходит из самого Бога. Бог был, Бог начало, Бог конец, и Бог творил. Друзья, мы с вами понимаем, открывая Писание, мы понимаем то, что Писание, вот Слово Божие, оно написано для кого? Оно написано для человека. Вот открываешь Библию, ты понимаешь, что Бог начинает с тобой знакомство. С первых слов Библии Бог пытается тебе что-то рассказать. И Библия – это книга для человека. С первых слов нашей недельной главы, Бог и всего Писания, Бог хочет открыться для своего творения. Бог хочет, чтобы его творение знало Бога. Бог хочет, чтобы его творение знало волю Бога для своего творения. И всячески через все Писание, изучая Писание, мы видим, как Бог шаг за шагом открывается в своей воле, в своем характере для человека. И интересно вообще, если сопоставить научные факты, когда мы изучаем нашу недельную главу, научные факты творения, понимаешь, что все мироздание, оно было устроено для того, чтобы на Земле мог существовать человек. Неправда, что человек возник случайно из-за какого-то случайного взрыва, что-то там получилось, потом какая-то теория эволюции. Нет. Если посмотреть научные факты, то видно, что все настолько мудро устроено, и все, все, несмотря на то, что как бы центром Вселенной не является Земля, но все, что вокруг Земли, все оно для того, чтобы на Земле могла существовать жизнь, и на Земле мог существовать человек. Потому что, если мы будем читать нашу главу, и мы видим, что Бог в конце, перед последним днем, Он сотворил человека. Человек был венцом Божьего творения. И научно доказано, что малейшие какие-то вот, если бы Земля была там немножко дальше или немножко ближе, не могло бы здесь ничего существовать. Богом было все устроено очень четко, очень грамотно. Даже звезды, которые мы с вами видим, это было то, что было соучастником в творении человека. Потому что вначале на Земле было только, ну, не на Земле, вообще было только два компонента. Из-за того, что звезды через определенный период времени взрывались, изнутри, из их ядер образовывались новые компоненты, которые зарождали вот все, все. Но это не теория большого взрыва, как говорят. Нет. Эти взрывы звезды, это были частью плана Божьего в устроении того, что есть. И творя человека, Бог творил не просто некое существо. Бог творил человека по образу своему и подобию. В нашей главе мы читаем, в 26 стихе, и сказал всесильный, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И если, когда читаешь нашу недельную главу, не устаешь восхищаться вообще его мудростью, его любовью, его творением, вообще тем, как он творил. Потому что, если мы посмотрим, тем более мы с вами, те, которые знают Божий план, те, которые изучают Писание, для нас, во всяком случае, для меня удивительно, Бог, зная наперед, что Его творение сделает такой шаг, Он творил. Он творил по-любому. Знал ли Бог, что человека слушается Его? Я думаю, что Бог знал. Бог все знает, все проницает. Но, несмотря на то, Он продолжал творить свое творение, потому что Бог есть любовь. Да, мы знаем сущность Бога, что Он есть владыка, Он есть судья, но Он есть судья, исполненный милости, исполненный любви. И в нашей недельной главе это открывается с самого начала. При первой нашей встрече с Богом, практически в первых стихах мы это видим. Во втором стихе написано, что «Земля же была безвидна, и пусть тьма, и тма на бездну, и Дух Божий носился над водою». Дух Божий носился над водою. Оно в Синаидаре написано «Дух Божий носился», в оригинале написано «Витал». Но значение этого слова, оно в оригинале «Марехефет». И используется это слово в Торе при описании орла. И вы знаете, мы читаем об этом, буквально недавно мы изучали недельную главу, «Песнь Моисея», и там вот как раз было описание Бога, как орла, который заботится о своих птенцах. И орел – это такая птица удивительная, это одна из немногих птиц, которая, приближаясь к гнезду, она настолько заметляет свое парение, оно приближается очень трепетно и очень тихо к гнезду, чтобы не напугать своих птенцов. И вы знаете, есть интересное в переводе Торе на арамейский язык, который называется «Иерусалимский перевод», и который является своего рода таким развернутым переводом, таким похожим на комментарий. Этот стих, эта часть писания, она перейдена следующим образом, я вам прочитаю. «Земля была пуста и не отстроена, не заселена людьми и необитаема животными, и темнота покрывала поверхность бездны, и дыхание Всевышнего, Духом милости, проносилось над водою». Дыхание Всевышнего, Духом милости, Божья природа, она наполнена милостью. И интересно также, что если мы будем с вами внимательно читать нашу недельную главу, то в начале Писания мы будем видеть, что в первой главе имя самого Бога, оно представлено нам как Всесильный, Элохим. Мы читаем, написано Всесильный. Во второй же главе на первое место выдвигается имя Адунай. Адунай – это Бог Всесильный, и все наши комментаторы, они подчеркивают принципиальное значение выбора Тора того или иного имени. Так вот, имя Адунай, оно указывает на то, что речь идет о проявлении меры милости Всевышнего. Имя же Элохим – это Бог-судья, Бог-седержитель, это о проявлении Его суда. И во второй главе, если мы будем читать уже вторую главу книги Бытия, то мы видим, что на первое место выходит имя Адунай, что говорит о том, а глава как раз описывает то, что происходит творение человека, и оно говорит, что при сотворении человека начала действовать мера милости Божия, потому что существование самого человека, оно невозможно без Божьей милости, без милости Небесного Отца. И Бог, будучи Небесным Отцом, Он вложил в человека, Он вложил в свое творение, в свое Божье ДНК, сотворив его по своему образу и по подобию своему. Бог, что же это за ДНК? Бог, первое, что сотворил человека, Он сотворил человека бессмертным. И само творение, оно стало отображением Божьей вечности. И желание Творца в отношении к своему творению, оно осталось неизменным. Да, Бог не изменяется, Божий план не изменяется. И несмотря на то, что человек, было грехопадение, Божий план остался неизменен. И Творец дает избавление от смерти в Сыне Своем, в Господе Ишуа Мессии, Который победил смерть. Мы знаем об этом, что Ишуа победил смерть. Равша Уль об этом пишет очень интересно, апостол Павел, еще его называют, в 1 Коринфянам 15 глава 51 стих. Я хочу вам прочитать это местописание. Он открывает тайну и говорит следующее. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Ишуа Мессией. Интересно, да, друзья? Бог возвращает то, что было в начале. Бог возвращает человеку, который принимает Господа Ишуа в свое сердце. Он возвращает ему жизнь вечную. И мы также читаем, что в нашей главе, что Бог, Он делегирует свою власть человеку. Во второй главе написано следующее, что описывается история, как человек, он дает название животным, дает название птицам. И написан следующий стих. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы увидеть, как Он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Интересно, не правда ли, да, как человек наречет, так и должно быть имя ей. Человек становится соработником у своего Творца. И давая название животным, человек не просто утверждал свою власть над животными, потому что, представляете, всякое животное, оно предстояло, приходило пред человеком, и человек называл это животным. Помимо того, что отображалась власть человека, потому что Бог наделил человека властью, помимо этого, еще человек, он также творил судьбу, характер этих животных. Не правда ли, называя эти животные, он давал им характер и творил их нею судьбу. Еще одна очень интересная, важная вещь, которая отличает человека, как венец Божьего Творения, это то, что человек обладает разумом. Человек, он может, он сотворен, как существо, наделенное разумом, он может анализировать, и он может принимать определенные решения осмысленные, не опираясь на свои какие-то инстинкты, а осознавая те или иные вещи. Человек создан со свободной волей, человек создан со свободным выбором, и это также является то, что человек создан по образу и подобию Божию. Божию. Друзья, и вот три части, о которых я сказал, и вот все эти три части, бессмертие, величие и свобода человека, они произошли благодаря тому, что сам Всевышний, он сотворил человека по образу и подобию своему, и вдунул в него дыхание жизни. Эти три вещи, к сожалению, были утеряны Адамом во время грехопадения, но в Ешоа Мессии всякий верующий приобретает назад то, что было приготовлено Творцом изначально для своего творения. И мы что с вами? Мы с вами имеем жизнь, имеем жизнь вечную. Да, друзья? Не правда? Аминь. Мы имеем жизнь вечную. Мы имеем власть над нашими инстинктами. Мы имеем власть, мы имеем духовную власть. Мы с вами также имеем свободу. Мы свободны от греха. Аминь. Мы свободны. Мы обрели свободу. И все это благодаря любви. Благодаря Божьей любви. Золотой стих Библии Иоанна 3,16 говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Дненародного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вы знаете, друзья, я скажу так, Божье ДНК, оно оживает в возрожденном Духе каждого человека, который принял Ишуа Господом и Спасителем. И сам Бог, Он поселяется в сердце каждого человека своей любовью, потому что, как написано, любовь Божия, она излилась в сердца наши Духом Святым. Друзья, и я думаю, что понимание того, осознание того, что мы сотворены по образу и подобию самого Бога, который есть Судья Вселенной, который есть Владыка Вселенной, но Он является любящим Владыкой, Он является милующим Владыкой, милость которого превозносится на судом, несмотря на то, что мы знаем, что Он придет и Он будет судить эту землю, но дана милость Его, чтобы всякий человек принял Ишуа Господом и на суд уже не приходил, написано, что верующий в Него не судится, мы не будем судиться, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во Единородного Сына Божия. И Бог есть любящий, и в Его сердце есть любовь, Он есть любовь, и в наше сердце Он дает любовь. И в той или иной ситуации, если мы будем иметь понимание, что мы созданы по образу и подобию Божию, мы сможем в своем сердце отыскать Божью любовь, чтобы сделать правильный выбор, сделать выбор в сторону Бога и поступить так, как Бог определил нам поступать. И тем самым мы, как творение Божие, мы будем радовать своего Творца. Друзья, вот то, чем я хотел поделиться с вами о данной главе, но хочу закончить комментарий молитвой. Хочу закончить молитвой о израильском народе. В этом вот начинается сейчас уже вновь цикл изучения Торы. Еврейская составляющая изучает Писание. И я хочу молиться о том, чтобы Бог открывался через Писание, открывал Сына Своего Ишуа Мессия, потому что все Писание оно направляет к Ишуа. Давайте поэтому мы как еврейская мессианская община, мы благословим наш народ, помолимся, чтобы этот год был годом, когда Бог будет открывать глаза им, сердца и уши, для того, чтобы они узрели Ишуа, который есть Царь Израиля. Авиныши Бешимая, Святый, Бог наш, мы благодарим Тебя за привилегию стоять перед Твоим лицом. Бог наш, мы благодарим Тебя за эту возможность молиться за наш народ. Святый, мы знаем, что Ты не оставил Израиля. Мы знаем, что Израиль имеет очень важную часть вахте спасения, и мы просим Тебя, Бог наш, чтобы действуя Духом Святым, Ты открывался им через Слово Твое, которое они изучают, через Тору, через Гавтору, Боже, открываяся Ты, Мишуа, чтобы они воззвали к Тебе, чтобы они приняли Тебя в свое сердце и сказали, Баруха Бабышем Адунай, благословен грядущий во имя Господне. Мы, как община, мы благословляем еврейский народ, мы благословляем Израиль, просим мира для Иерусалима, и мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Израиль будет спасен. Так говорит Твое Слово, которое неизменное, и мы благодарим Тебя за это. Бешем Ишуа Машехейну. Амен. Спасибо.